Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса заключается в том, что автор испытывает некоторую тягу к женщинам, достаточно разным по своим внешним данным, по возрасту и так далее. Но при этом тяга присутствует, древность, увлечение и так далее. Это было с детства. Автор наблюдает у себя такую историю с детства и, соответственно, спрашивает, как с этим бороться. Ну, в первую очередь, пожалуй, хочется сказать о том, что вы большой молодец, автор, что обратились за помощью. Ну, вот вы большой молодец, что хотите решить проблему, не бежите от неё. В этом смысле вы большой молодец. Только нюанс в том, что не нужно с вашими потребностями и желаниями в данном случае бороться. Ну, в том смысле, в каком вы описываете это здесь, по крайней мере. Ну, вот, на мой взгляд, имеет смысл вам поисследовать то, что лечит в основе этой потребности. И на мой взгляд, это потребность в определённой любви, в определённом внимании, в определённом принятии себя. То, что вы, вероятно, себе не даёте. Вот. Ну, смотрите, как вы описываете свою историю. Значит, в течение последних нескольких лет активно провожу голову в порядок. Честно говоря, основываясь на своём опыте и основываясь на своих ощущениях, которые растают у меня ваше высказывание. Я бы сказал, что работа над приведением своей головы в порядок у вас состоит в рационализации. Я бы сказал, что вряд ли вы действуете по-другому. Вот. И, к сожалению, это довольно-таки тупиковое движение. Родители в расходе семи лет рос с матерью. Сейчас женат, есть ребёнок. Смотрите. К маме, к маме были привязаны, по-видимому. Были девушки, девушки, женщины вокруг, которым испытывали какую-то тягу. Без чего. Ну ладно, вы просто нравились как представители противоположного пола. Тут какая-то болезненная тяга к персоне. Прям до боли в душе. Прям внимания от неё хочется, в том числе и физической близости. Ну вот, здесь очень важно определить, что вы вкладываете в слово «персона». Да? То есть это, ну, личность, это какой-то образ человека. Вот. Может быть это что-то ещё. Было бы очень хорошо. Я бы сказал, что вы постарались бы это сформулировать. Потому что сейчас, пока что, нам не очень понятно, по крайней мере мне, что вы имеете ввиду, призвавая подперсон. Вот. То есть, ну, в данном случае, я полагаю, речь идёт о том, что вы воспринимаете человека под определённым углом. Вот. Вы воспринимаете человека под определённым ракурсом, как он вам видит. Вот. Что пробуждает некоторых потребностей ваших. Вот. Дальше. Начинаю думать об этом и фантазировать про неё. Как вы чувствуете, только он бьёт. Опять же, что так, что здесь про... Что здесь про... Что здесь про... 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 Здесь желание обладать человеком. Вот. Ну, совершенно очевидно, что что-то вы таким образом компенсируете себя. Ревность прям какая-то необоснованная. Ну, а вот здесь имеет место быть рационализация. То есть, вы рационализируете, к сожалению, свои чувства. Вот. Ну, опять же, ничего хорошего. Из этого... Как... 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 Правила не получается. То есть, ну, рационализировать свои чувства, может, сколько угодно. Но они... Они, опять же, никуда не деваются. Вот. Цыка. Ну. К сожалению. Вот. Поэтому... Тут так. Дальше. Всем. А... А... Когда в школе учился, то когда меня болел по кому-нибудь. Это... То, что называется инпринтом. А... И... Изучите, пожалуйста, в интернете, чтобы я сейчас об этом не говорил. А... Значит. Ну. Стал старший. Научился сам собой владеть. Я думаю. Ааа... При... Приобрели больше. Ааа... Ааа. всегда. Да, научились контролировать себя, правда, но конфликт-конфликт никуда не ушёл. Так, хотя бы вёл себя не как маньяк. И вот здесь опять обесценивание. А ты прям проходил не давал, старался быть рядом, разговоры затевал. А даже говорите, такая девушка была в ужасе. Да, здесь чувство стыда у вас. Просло много лет, я думал, это всё прошло, но нет, появилась на работе одна девушка, началась как раньше, вижу её и прям стреляют. Ревную с ровного места, когда вообще ничего не было, быть не могло, стараюсь мне постоянно находиться рядом, общаться постоянно. Влечение половой есть, но это не в нём дело. Коллектив молодой, красивых есть, много, красивых много есть, кому повлечь. Ну, вот здесь идёт импринт. Характерное, что то, как только не вижу, всё сразу спадает, если мне сказать, они не гонят, то вообще пропадают. Про потребности здесь. Ну, как только встречаю любовь, слышу, всё снова начинается нам. Уму понимаете, она страшная, характер жуткий, короче, вообще не моё, да и женатая, в общем, нельзя, она мне никак и никак и ни в какой форме. Но вот эта, не знаю, аддикция какая-то, прям болит и очень работать мешает. Это болезнь? Нет, это не болезнь. Это не болезнь, да, это, вы правы, это действительно то, что можно назвать аддикция, да, но это не болезнь. По крайней мере, в рамках психологии. Планируешь справиться? Сам опыт есть. Нет, сами не справитесь, Антон, не получится. Вот, я считаю, если бы могли справиться, справились, в принципе, давно бы уже так не получится. Вот, поэтому лучше вам, конечно, не пытаться, но лучше сразу обратиться к психологу и полномерно начать исследовать свою жизнь. Вот. Вы в себя что-то сжимаете и, соответственно, в чём-то себя отказывая, да, чего-то себя лишая, вы, в общем-то, компенсируете это за счёт такого поведения. Поэтому не избавляться нужно, а смотреть, что вам хочется, смотреть, что вам нужно, вот, и уже как-то, исходя из этого, корректировать своё поведение. И тогда необходимость в этой потребности и в таком поведении у вас автоматически ещё, ну, постепенно будет проходить. Вот. То есть, цель здесь не в том, чтобы вы перестали вести себя так, как вы ведёте, а цель здесь заключается именно в том, чтобы понять, разобраться с тем, что вы хотите, да, вот, и несколько, может быть, полнее смотреть на вас. Вот. Здесь к родительски, поисследователям мешают, и ваши отношения с мамой. Вообще, ваше отношения к разводу родителей, ну, ваше восприятие развода родителей, поисследователям мешают, Отношение с папой, вы исследователи начинают с мужской фигур, ну вообще влияя на мужской фигуры, вот, не помешали исследовать. И вот, на мой взгляд, да, вот такое мое предположение, что вы истика приводитых и женщин защиты, признания, вот, и виноват. Ну это образ, брат, защищенность, я думаю, что по вашему тексту понятно, что человек, вы не самый уверенный в себе. Следующее, на что обязательно нужно обратить внимание на отношения с женой, ну вот, там все. Как вы рассказываете про коллег на работе, да, я сейчас абсолютно без какого-либо обвинения это говорю, но не возникло у меня ощущение, что вы прямо-таки вот хотите быть верны своей жене. Вот, еще раз, я вот не обвиняю, просто говорю, что вот мне так показалось, что не очень сильно вы хотите прямо, ну, быть верны своей жене. Вот, что, в принципе, может, как бы, говорить о том, что, возможно, с вашей женой вас не все глотко. Это тоже имеет смысл подкорректировать. В целом, ваше восприятие брака, в целом ваше восприятие жены и в целом восприятие себя исследовать тоже не помешает. Вот, во всем этом, я думаю, вы найдете отголоски того, о чем вы говорите. Это ваш способ справиться с конфликтом, это ваш способ решить какую-то проблему. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok